Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Ну что же, начинается программа «Диагноз недели». Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. И начнем, как всегда, с темы, которая, по вашему мнению, животрепещущая, важная, актуальная. О чем сейчас больше всего спорят наше общество? Ну, наше латвийское общество. По-моему, даже политика отошла на задний план. И сейчас все спорят, вакцинироваться или не вакцинироваться. Почему? Все какие-то разные аргументы. И обычно, если мы почитаем, аргументы такие, ну, все так думают, или везде так написано, или еще что-то. И вот это интересно, наша любовь к мнению большинства. Нам нравится принадлежать к мнению большинства. И это, в общем-то, понятно почему. Человек, который вместе с большинством, он чувствует себя уверенным. Он чувствует себя принятым. Ведь вот что, очень страшно оказаться откуда-то изгнанным, несопричастным. Что будет говорить княгиня Мария Алексеевна, да? Вот это вот. Например. Или если заглянуть чуть подальше в историю, и заодно в русский язык, вот эти слова. Изгой, изверг. Это вовсе очень схожий смысл. Изгой тот-то изгнан из семьи, из рода, из племени. Изверг тот, кто извергли из рода, тоже за какие-то прегрешения. То есть, одиночка. В старое суровое время одиночке было очень мало шансов выжить. Поэтому изгнание... Из племени, из-за родового это была уже верная смерть. Если брать вообще родоплеменные отношения. И родоплеменные. Если мы вспомним древнюю Грецию со всей ее демократией... Астракизм. Да, да. Когда людей... Одно из наказаний было изгнание. И очень... Почему? Оно обычно настигало таких достаточно выдающихся людей. Но. Это вовсе понятно, когда мы тяготение к мнению большинства. Мы ощущаем, что мы верные, правильно, мы вместе с ним на верном пути. Но ученые Мелинбургского университета провели интересный эксперимент. Для того, чтобы понять, что же такое для человека соотношение себя с большинством. Они взяли энную группу людей. И каждому из них в отдельности рассказали. А что вы представляете ситуацию? Вы наблюдаете, как грабитель грабит банк. Но при этом вы знаете, что все деньги, которые он оттуда унесет, он намерен пожертвовать на сиротский приют. То есть это бескорыстное благородное одеяние, что-то вроде Робин Гуда. Что вы сделаете? Вы в полицию сообщите или не сообщите, зная на какие цели пойдут деньги. Но вы все знаете, что большинство людей к банкам относятся без особой приятий. Да и за что их любить? Но при этом человек вынес свое решение, ему сказали. Вы знаете, до вас тоже была группа, и мы сделали тоже такой компьютерный опрос. И все приняли такое-то решение. Большинство, неважно какое. В одну сторону сообщать, в другую сторону не сообщать в полицию. Но вы знаете, там была какая-то накладка в программе, и мы теперь не понимаем, на самом ли деле они приняли такое решение, просто сбой программы произошел. То есть, вроде какое-то большинство есть теоретически, но есть он на самом деле – неизвестно. И что показали дальнейшие исследования? Казалось, что люди, даже зная, что это мнение большинства мнимое и, скорее всего, оно ошибочное, то есть ошибки программы, а не неких моральных, этических выкладок, люди все равно предпочитали поддержать мнение большинства. То есть, если людям говорили, что в результате сбоя программы прошлая группа обследуемых приняла то или иное решение, они были склонны его поддержать. Достаточно иррациональная вещь, согласитесь, Олег. Ну, эффект голого короля по Андерсону, по большому счету. Большинство говорит, что король одет, и вот не веришь своим собственным глазам. Да, но в данном случае тебе сказали, что это результат большинства, это, скорее всего, ошибка. Это некая компьютерная ошибка. Но человек склонен поддержать большинство, даже зная, что это, скорее всего, ошибка, что это не его ценности и неценности этих людей. Это некий сбой. Вот это вещь, с которой люди задумались. Почему люди следуют большинству, даже когда они с ним не совсем согласны. Или совсем не согласны. Я, кстати, вспомнил ситуацию с Брекзитом в Англии. Да, я тоже об этом сразу подумал. Помните, когда это голосование прошло и в итоге приняли решение отделиться и выйти из ЕС, большинство начало было в удивлении. Потому что, ну да, мы проголосовали, но это как шутка, ну как все и так далее, и так далее. То есть в нашей современности достаточно много ситуаций, когда люди принимают некие решения большинством, при этом внутренне, будучи с этим решением, не согласны. Внутренне его не поддерживая. И вот это очень интересный парадокс, на мой взгляд. Ну, в Советском Союзе в 1937 году вот это вот единодушие, там расстрелять как бешеных собак, там, в принципе, было достаточно страшно. Вот многие трезвомыслящие люди, там их дневники, воспоминания, если прочесть, они как раз-таки были в ужасе от того, насколько это вот большинство подавляло волю. Даже если вот человек рационально, ну, мог понять, ну, Господи, Бухарин, вот всего лишь 10 лет назад он редактировал правду, сегодня он оказывается японским шпионом. Ну, 1937 год, немножко другая история. Все-таки это вопрос, крайне идеологизированные времена. Во-вторых, я думаю, что в те времена залог выживания был, в общем, люди двигались в страх. Двигались в страх оказаться тоже на скобье постудимых, оказаться в числе попавших в лагеря или расстрелянных и так далее. И, наверное, люди так устают, кому-то проще сказать, что мне страшно, поэтому так голосую, а кому-то проще сказать, ну, как-то стыдно сказать, что мне страшно, поэтому я поддерживаю. Дыма без огня не бывает и так далее, и так далее. Человек найдет оправдание своей позиции, я думаю, самыми разными способами. Где еще в нашей жизни попадаются ситуации, когда мнение большинства для нас важно? Просто в наше время есть еще и такая загадочная ситуация, когда мы на самом деле не знаем, кто есть большинство. То есть иногда очень громкое меньшинство создает ощущение большинства. И даже в общем-то здесь, наверное, в какой-то момент отдавая себе отчет, что мы имеем дело с громким меньшинством, с громким категоричным, перекрикивающим, агрессивным и так далее, как будто нам очень легко, даже понимая, что это вряд ли большинство, начать придерживаться этого мнения. В классе, наверное, вот в школьные годы многие помнят эту фразу, а если все прыгнут с крыши, ты что тоже, ну как же, Марья Ивановна, вот все же побежали, и я побежал. Вот это типичное объяснение, там с урока ушли, например, и устроили такую обструкцию, например, учителю. Все сделали, ну как же, как я могу пойти против мнения большинства, и я тоже сделал. Я думаю, что для детей, для подростков мнение большинства – это особенно чувствительная материя, потому что подросток, который ощущает себя отвергнутым, изгнанным, это очень болезненно, потому что это тот самый период, когда для него мнение сверстников куда важнее, чем мнение родителей, мнение семьи. Именно там важно быть принятым, именно там важно быть популярным, именно там важно не быть тем, над кем смеются, с кем не хотят общаться и так далее. Но я очень часто слышал от разных своих пациентов, да и я думаю, все по школе периодически вдруг на кого-то обрушился бойкот. И не всегда справедливо. Условно говоря, какая-нибудь популярная девочка или какой-нибудь популярный мальчик говорят, что он плохой, не будем с ним общаться. И человек вдруг оказывается в таком вакууме. Его не зовут на какие-то совместные мероприятия, с ним не разговаривают, с ним не гуляют на перемене. Это в лучшем случае, в худшем могут и побить. Но в школе это как раз очень явно в чистом виде, потому что подросток и не скрывает, насколько ему важны социальные контакты. С взрослыми все это несколько сложнее, но тем не менее. Мне кажется, что почему люди хотят быть с большинством, это понятно. Но почему хотят быть как-то, как это было, экспириент с мнимым большинством. Вот это да. Есть такая теория, что человеку, даже вне зависимости от того, что ему страшно быть извергом, страшно быть одиночкой и так далее, и даже при этом человеку очень важно быть частью чего-то. Человеку очень важно соотносить себя с чем-то, с каким-то социальным слоем. Не важно, это может быть среда поклонников рок-музыки или какого-то другого вида музыки. Это может быть среда людей, определенных политических взглядов. Это могут быть спортивные сообщества, футбольные болельщики, хоккейные болельщики. Или, например, вот я не так давно начал, среди моих знакомых появились люди, которые очень увлекаются гольфом. Это тоже определенная среда. Это определенный социум, к которому люди себя причисляют. И что интересно, что это люди, которые в какой стране бы не оказались, где здесь гольф-клуб, и отправляются играть. То есть не везде им гарантия быть принятыми. Кстати, как ни странно, это для меня ассоциируется, как вы знаете, есть общество анонимных алкоголиков. И что для них тоже интересно, что человек в любой стране, что они все говорят своим членам своего сообщества, а если бы вы не оказались, в каком бы городе вы не оказались, все можете быть посправочной, узнать, где здесь собрание группы анонимных алкоголиков, прийти, и вам все будут рады, вас везде примут. И даже если вы, я, кстати, когда общался с людьми из этого сообщества, спрашиваю, если вы в этой стране, где говорят на неродном для вас языке, который вы не понимаете. Мне отвечали, что, вы знаете, даже присутствие в общей среде с людьми, с которыми ты знаешь, что тебя определяет, это объединяет общая идея, борьба с общей проблемой, ты примерно понимаешь, как, что происходит в этих местах, и даже не понимая их речей, ты все равно чувствуешь себя хорошо. Я когда-то проходил стажировку в Швеции, там, где лечебно-то разнимались зависимостями, и как-то меня и мою коллегу взяли на собрание, в Стокгольм на собрание группы анонимных алкоголиков. Им сказали, что вот у нас присутствуют сегодня гости из Латвии, они, причем, очевидно, даже, не знаю, что мы врачи, решив, что мы тоже нас радушно поприветствовали. Как своих. Да, мы сели, там, оказывается, было еще несколько прежних людей. Собрание проходило на шведском языке. И при этом вот это ощущение единения, ощущение, когда каждый, кто хочет высказаться, выходит, говорит о себе, его приветствуют, аплодисментами. Причем, что интересно, ритуалы этого общества, каждый, кто выходит, он должен показать некую принадлежность, что я свой, должен сказать, «Здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, я алкоголик». То, над чем все смеются, в каких-то анекдотах, в фильмах высмеиваются. Если он забывает это сказать, то народ начинает свистеть и топать ногами, пока он не скажет. То есть, как говорил Маугли, мы с тобой одной крови, ты и я, что ему очень помогало в жизни в джунглях. И здесь та же история. Мы с тобой одной крови, я алкоголик, я такого же мнения, что и вы, я такой же, как и вы. Это и есть часть того, чтобы быть большинством. И даже если он говорит на другом, непонятном для этих людей языке, он все равно свой, потому что они могут не понимать, о чем он говорит, но они понимают, что он говорит о тех же самых проблемах. Он свой. Моя младшая дочка когда-то, большинство подростков, были увлечены корейской поп-музыкой. И когда мы оказались в другой стране, в поездке, в очередь в какой-то музей, я только увидел, что стоит с мамой девочка тоже с какими-то надписями, значками, как бы из того же социального клуба, из того же огромного количества подростков, которые обожают эту музыку. И они сразу узнали, заговорили как свои. И как-то вот это ощущение близости, и дочка тоже говорила, когда была на концерте, что это ощущение огромной толпы, где все в один голос, все вместе, это очень объединяет и сплачивает. Поэтому я думаю, что зачастую люди для того, чтобы ощущать себя частью чего-то большого, даже если не согласны, они готовы на определенные моральные и идеологические уступки. Но ведь получается, что у каждого человека есть свои круги, ну, не одно увлечение, а несколько увлечений, и таким образом может ведь быть и, условно говоря, человек алкоголиком и поклонником корейских поп-групп, и еще, может быть, он может увлекаться еще какими-нибудь вещами, которые его будут объединять еще с другой группой. Вот, или это вот все-таки должно быть целеустремлено? Может ли человек сразу принадлежать, вот разрываться между этими какими-то группами, или у него должно быть что-то одно? Ну, они тут все как разрываются. Я думаю, что мы все, в общем-то, у нас есть свои какие-то микросоциумы, скажем, себя отождествуют. Ну, у людей, которые есть какие-то политические взгляды, они себя отождествуют с определенной группой, не знаю, либералы, консерваторы, анархисты, кто угодно. В то же время человек при этом может быть поклонником определенного вида музыки, ходить в определенный спортклуб, и, кроме того, иметь некую ближнюю, свой ближний круг друзей, знакомых и так далее, и так далее. Я думаю, что, скорее всего, эти круги все как-то пересекаются, потому что вряд ли человек, себя соотносящий с людьми либерально мыслящими, будет в кругу близких друзей, с которыми он чаще общается, имеет людей консервативно мыслящих. Но есть такие исключения? Это, на самом деле, наилучшие исключения, когда люди, обращая внимание на личные качества друг друга, складывают в сторону какие-то вкусовые или политические противоречия. Ну вот, кстати, Дмитрий Бэков, он как-то упомянул, он сказал, что, как ни парадоксально, мои лучшие друзья все находятся по другую сторону баррикад, ну вот, условно говоря, с Захаром Прилепиным у них дружеские, уважительные отношения. Были когда-то. Ну были, да, но это относилось как раз-таки к тому времени высказывания. То есть он говорил, что я больше дружу с людьми, с которыми вот меня, может быть, не связывают, но наоборот, мы противоположных политических взглядов, нежели с людьми из одного лагеря. Это мой вкус, Дмитрий Бэков, Захар Прилепин. Если посмотреть их передачи и почитать их тексты, во-первых, они оба прекрасные писатели, это понятно. Ну, на мой вкус. Во-вторых, что мне кажется очень интересным, они оба в своих текстах политических, в публицистике, они весьма категоричны. Если мы посмотрим на их манеру речи, они, как ни странно, при внешнем нисходстве очень похожи. Они, по манере речи, мягкие, ироничные. То есть вот эти вот политические трибуны, которые звучат их в публицистике, в таком личном выступлении, в интервью с ними обычно отсутствуют, очень интересно стоит наблюдать. Поэтому вот то, что в людях есть свое глубоко личностное и то, с чем они себя соотносят, как с некой группой, это очень интересное противоречие зачастую. Но это противоречие, оно не влияет на, я уж не знаю, но как какой-то такой когнитивный диссонанс, как какое-то вот что-то психическое раздвоение Джекила и Хайда? – Я думаю, что нет. Я думаю, что все как-то уживаются при всех каких-то конфликтах и противоречиях. Была хорошая фраза. Дмитрий Быков, у меня есть в сборнике интервью, и он брал интервью тоже достаточно неординарный, неординарный персонаж Александра Проханова. Человек, который, по-моему, от Быкова настолько далек во взгляд, сколько только можно. – Хотя, по-моему, вот Быков его уважал. – Вот Быков брал на него интервью, разговаривал с ним, и где-то он его спросил, уличил какого-то противоречия. Говорит, вы здесь себе противоречить. А тот ответил, Дима, что вы хотите? Робот японский, и тот не без внутреннего конфликта. Я думаю, что это как раз внутренний конфликт при том, когда мы себя причисляем к некому большинству, мы зачастую все ощущаем себе противоречия той или иной степени. Вот и часть себя и каких-то своих сомнений мы вынуждены игнорировать. Если мы заметим, люди независимо мыслящие очень редко себя причисляют к некоему большинству. Я нашел, кстати, даже хочу прочесть, нашел сегодня интересную цитату в Фейсбуке. Сейчас, одну секундочку, я ее найду. А я пока напомню, телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. Врач-психиатр, психотерапевт Ириэль Резник Мартов. Сегодня в программе «Диагноз недели». Это хороший текст. Есть такой, очень хороший российский, кстати, Александр Мелехов. Он писал такой текст. «Ничто столько не удаляет человека от внутренней, таинственной, настоящей его жизни, ничто его столько не делает глухим и немым, как картина этих мелких страстишек, мелких преступлений, которые называются политическим миром». Это Адоевский. Помните, был такой русский классик Адоевский. Насколько богата наша литература, начинаешь лучше понимать, читая полузабытых классиков. Не только никто из великих не примкнул ни к какой политической партии, но и классики второго ряда понимали, что поглощенность политикой – лучшее средство в борьбе за средства для жизни, забыть о ее цели. Это, мне кажется, прекрасный текст, который как раз о том, что чаще всего, вот вы вспомнили 1937 год, чаще всего человек, причисляя себя к некому большинству, желая к нему примкнуть, все идет на какие-то жертвы. Он в чем-то поступается сам собой. Опять мы вспоминаем школьные времена, подростковые компании. Очень многие для того, чтобы быть частью общего, частью большого, шли на компромиссы с совестью. Например, вместе участвовали в более или менее безобидной травле кого-то. Был кто-то из отверг, над ними смеялись, и, в общем-то, к нему вроде испытываешь какое-то сочувствие. Но многие на всякий случай смеялись и дразнили, а то и пинали, потому что надо быть со всеми вместе. Потому что вот этот страх, я думаю, что в основе очень сильный страх оказаться наедине с собой, оказаться не со своей позицией, он часто заставляет идти на компромиссы со своей совестью, даже вот, то есть, эксперимент, с которым мы начали, ты принимаешь мнение, даже зная, что оно ошибочное, и результат компьютерной погрешности, но на всякий случай ты лучше будешь, как все. Помните, в свое время обошла множество соцсетей, фотография, где еще, по-моему, до начала Второй мировой, площадь в Германии, где огромная толпа людей все вскинули руку с компромиссом, и ровно один человек стоит, скрестив руки на груди, который отказывается это делать. Его потом личность, да, удалось идентифицировать, уже, по-моему, даже после войны, его дочь рассказала вот об этом случае, это было на верфи, где один из крейсеров запускали, и вот его судьба, конечно, была, к сожалению, печальна, но, тем не менее, вот эта фотография, очень нашумевшая, она стала каким-то вот таким символом, не быть, как все, не идти с большинством в одну ногу. Не идти в конфликт с своей совестью. Мне кажется, что это важная история, потому что когда мы соотносимся с большинством, где это было? По цитатам очень схожа есть и у Булгакова, и у Стругацких. Правду говорить легко и приятно. Это вот говорит то, что о тебе ожидается услышать, и для себя признать и принять, что это правда, это легко и приятно. Но где-то внутри себя ты понимаешь, что происходит. Я не уверен, что идти постоянно в конфликт с большинством, это такая уж хорошая идея. Когда ты возводишь несогласие в принцип, тоже на самом деле какой-то способ продемонстрировать свою особенность и отличие. Но есть люди, и мне кажется, именно они движут человеческую историю, движут развитие человеческой морали, движут развитие многих вещей, которые не боятся поступать в соответствие своей совестью и говорить об этом. Ну, как минимум, не участвовать в общих подлостях, а как максимум, поднимать свой голос в защиту страдавших, в защиту угнетенных. Мы вспоминаем историю во Франции с делом Дрейфуса, процесс дела Бейлиса в России и еще множество, множество историй. Но, к сожалению, то, что происходило в 1937 году и так далее, похоже, особо голоса протеста не звучали. Или если звучали, то смолкали настолько быстро, что это не осталось в памяти. Но вот, говоря про 1937 год, у Дениса Драгунского, по-моему, в Фейсбуке была история, или он, по-моему, комментировал историю, рассказанную кем-то другим, по поводу женщины-писательницы советских времен, которой отец был репрессирован, мужа расстреляли. И тем не менее, вот уже после смерти Сталина она участвовала в шельмовании Пастернака, его за доктора Живаго, и она была вот, ну, в числе одних из самых таких ярых критиков Пастернака. И вот Денис Драгунский задавался вопросом, что происходило вот человеку, у которого ведь был трагический опыт, ее любимого человека. То есть она получила сталинскую премию, в том числе, и вот он говорил, она получила премию практически из рук человека, который убил ее мужа и убил ее отца. И в то время, когда уже это не требовалось, ну, уже не расстреляли бы, ну, может быть, лишилась бы она какого-то, не знаю, там, пайка, может быть, каких-то, но это не было бы уже вопросом жизни и смерти, тем не менее, вот она принимала участие в этом шельмовании Пастернака и делала это как будто бы невероятно искренне. Я могу только гадать. Меня, к счастью, жизнь никогда не ставила перед таким выбором, надеюсь, и не поставит. Но мне кажется, я что могу только фантазировать, представлять себя на месте этой женщины, вот это ощущение себя частью всеобщей борьбы за это правое дело, всеобщей идеи, что проще было признать себя жертвой какой-то мелкой несправедливости, но ни в коем случае не подставить, не подвергнуть сомнению всю систему, и поэтому шельмование Пастернака и так далее, это все равно я остаюсь, я своя. Пусть я пострадал, им нужно реабилитировали, пусть были какие-то невинные жертвы, но я своя. А может быть, наверное, признать себе, что ты участвовал волей-неволей, пассивно или активно в огромном количестве несправедливостей, что ты поддерживал осуждением своим или молчанием своим гибель невинных людей, возможно, это так страшно признать для себя, что после этого может столько застрелиться, не знаю, что такая защита нашего бессознательного, которая нас защищает, чтобы признать какой-то ужас, в котором ты участвовал. Это есть много защит, знаменитая, мы выполняли приказ и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что идем в массу примеров от совершенно безобидных. Ты не замечаешь, когда едешь на машине, очень часто ты подъезжаешь к какой-то улице и есть два ряда. Оба имеют право выехать, ехать дальше на перекрестке. В общем, в одном ряду все выстраиваются в очередь, а в втором ряду пустым, и у него стоит одна машина. Это тоже большинство. Там, где больше, туда я и встану. Или, например, такой простой пример, что, допустим, есть два кафе рядом в чем-то похожих. В одном людей мало, в другом много. И ты не знаешь, там их много, потому что там кто-то день рождения спрят или еще. Но там, где много, скорее всего, пойдут туда. Потому что раз много, значит, здесь что-то, люди не ошибаются. Что-то похожее я испытал, когда как-то в одном путешествии в Португалии. И гид нас повел, вот есть вот такое-то кафе, и там какие-то здешние португальские пирожные. Они совершенно невероятные, здесь невосхитительные и так далее, и так далее, и так далее. Я к этому кафе, и там стояла очередь длиннющая, выходившая на улицу в самом кафе. Гид походил, сказал, ну, если вы хотите, теперь у нас здесь придется посмотреть час, как минимум. Я подумал, что не надо этого делать. Мы пошли в какое-то кафе неподалеку, без очереди, и взяли такие же пирожные. Я говорю, гид, скажите, а вот оно точно здесь настолько разница в качестве, что это стоит часа очереди? Сказал, вы знаете, конечно, нет. Это есть имидж, есть репутация, что вот здесь-то оно подлинное, настоящее, и все должны прийти сюда. Это та же история о большинстве. Большинство, скорее всего, не ошибается. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на эту же тему хочу сказать. Вот мои школьные годы в городе Вильнюсе прошли, и там вот группа старшеклассников, в основном детей офицеров, ну, в таком типа межопарка, там, вингис есть такой, изнасиловали двух женщин. Дело кончилось тем, что они встретили, все бы прошло, но на следующий день они встретили их в автобусе, там, и стали пальцем показывать, и хихикать, и всех посадили, и очень большие сроки, дали. И вот моя мама, зная это, все время со мной беседы проводила, и отбила охоту, когда я говорю, вот все, все, она говорит, вот все, вот все будут в колодец, и ты будешь прыгать. Вот так, сынок. Ну, значит, это я понял на всю жизнь, что надо всегда иметь свое мнение и от таких вещей отходить. Ну, кроме армии. Армия, слава богу, прошла благополучно, офицера получил, и все дела. Но, есть такая песенка, приятно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатам. Солдаты ни о чем не думают, убивают, и все. Да, спасибо. Ну, здесь, наверное, все-таки, здесь не большинство, здесь исполнение приказа. Ну, армия, она тоже, это отдельная, отдельный слой общества, со своими законами, поскольку я никогда в ней не был, мне трудно это об этом. Я тоже, поэтому, еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Моя мама жила в детстве в районе, где жили партийные и хозяйственные руководители на Дальнем Востоке. У них были деревянные тротуары, они каждую ночь слышали, к кому идут, кого взяли. И мама говорит, что они не верили в их вину, так же, как не верили в вину Тухачевского, Блюхера, но все, говорит, молчали, потому что было страшно, не так за себя, как за свою семью. И вот еще что интересно, у меня два дяди пострадали во время 37-го года. Один убежал благополучно в Сибирь, но он там долго отсиживался. Второго посадили, он попал к своему бывшему ученику, тот его год продержал, выпустил. Но самое интересное, это что они потом верили все равно Сталина, и как многие говорили, что Сталин ничего не знает, это вот его окружение все, и верили в партию, и все, и добровольно пошли на фронт. Вот как это все понимать? Спасибо. Спасибо. То, о чем мы говорили, Лариса, человеку надо проще покинуть какие-то компромиссы бессознательные со своей совестью и даже с логикой, чем признать, что вся система, в которой ты живешь, то, чему ты служил. ужасно, что все это на самом деле построено на страхе, на крови, на обмане и так далее. Поэтому признать, что был частью некой ужасной системы, наверное, это очень тяжело. Есть такой роман благоволительницы Джонатана Литтела о написанном БСС, о немецкой армии, там очень много всего это, для того, что какие-то люди все эти ценности для себя принимали, а кто-то не выдерживал и кончал с собой. Да, у нас звонил, звонил кто-то, вот сейчас снова дозвонил. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Нет, не говорят. А у меня вот был вопрос, можно ли провести вот параллель вот между этими пирожными, которые одинаковые, вроде бы, в двух кафе и выстраивается очередь с марками телефона, ведь все-таки вот искусство Стива Джобса вот создать на айфон какой-то вот невероятный спрос, хотя вроде бы есть телефоны с похожими функциями, практически, ну вот, если так брать, ну смартфоны мало чем отличаются, ну у кого-то чуть камера получше или что-то еще, но сам факт, вот почему выбирают, вот есть определенные люди, которые вот, ну как же, я не могу вот не выбрать айфон. Не знаю. Лично я пользуюсь айфоном, потому что когда с них начал, я человек привычки, и мне, когда меня все устраивает, начать перестраиваться на андроид, какие-то совершенно новые системы, мне, честно говоря, некомфортно. И в какой-то момент я вдруг почувствую, что у меня айфон перестал устраивать, я поменяю. Ну, наверное, есть люди, для которых определенные, это как футбольная команда, болеть за, вот я болею за айфон, я болею за самсунг, это определенный стиль жизни, это определенная, как бы сказать, это символика. То есть для кого-то это не просто статус, символ, я себе вот, по-моему, еще в Древней Византии, в Константинополе были те гонки на колесницах, и там, по-моему, я не помню, то есть, по-моему, они делились командой то ли на синих и зеленых, то ли на синих и красных, не помню точно. Я точно помню, что принадлежность к тем или иным командам, это было неким жизнеобразующим принципом, были битвы, были восстания, то ли на синих. казалось бы, ты болеешь за того, чья колесница спитет первая, а нет, это целая философия жизни, опять причисление себя к чему-то намного большему, чем ты. Поэтому вот причисление себя к чему-то намного большему, мне кажется, это такая ловушка. Это ловушка. Я думаю, что когда мы, о чем мы сегодня говорим, это то, что, наверное, каждый человек причисляя себя к, неважно к чему, к политической партии, к прививочникам или антипрививочникам, если мы вспомним Джонатана Сфифта и Гульвера, помните ли, путали партии тупо конечников и остро конечников, в зависимости от того, с какой стороны разбивать яйцо. Это тоже были очень большие и враждующие партии. Вот на самом деле мне кажется, стоит прислушаться к себе и понять, не участвуешь ли ты в отчаянной борьбе за то, с какого конца правильно разбивать яйцо и на какие компромиссы, на какие жертвы при этом идешь. И возвращаясь к тому Мельнбургскому эксперименту, который мы начали, где ты принимаешь участие в действиях большинства, даже внутренне, не будучи с этим согласным или понимаешь, что, возможно, ты просто основана на неких ошибках и заблуждениях. Вопрос, что тебе на самом деле мешает мыслить независимо. Не, я хочу подчеркнуть разницу, есть такая поза. Я бунтарь, я одиночка, я поперек вопреки общей тенденции, но опять мне кажется, это очень легко прислушив, присмотревшись, различить демонстративное бунтарство, бунтарство как поза или бунтарство как определенный подростковый период, когда эта поза просто необходима. Или ты находишься сам с собой в согласии со своими ценностями, даже если они не идут в рассредств с ценностями вокруг тебя. Насколько ты готов думать, что для тебя по-настоящему ценно, насколько ты готов идти на какие-то компромиссы со своей совестью или со своими желаниями для того, чтобы не отличаться от большинства, не быть осужденным, не быть отвергнутым и так далее, и так далее. Вот мы сейчас замечаем. Звонок? Да, у нас очень много звонков. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, я постараюсь его очень быстро сформулировать. Есть человек, который занимает большую должность. Его начальник недоволен и в течение двух лет делает его завещание и в итоге его увольняет. Вместо него приходит другой человек, который говорит, что предыдущий вот уволенный был очень хороший работник. И он будет с него брать пример, и он и будет как своим советником. Начальник, уволивший того, принимает этого нового на работу и вышестоящее руководство это утверждает. Скажите, пожалуйста, это относится к системе неправильной или к людям, которые принимают такие решения? Мне трудно судить, но судя то есть описывать, там явно есть какие-то личностные скрытые течения, которых мы не знаем. Поэтому я, наверное, воздержусь от высказывания суждений. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Ну, это о Павлице был разговор, вы поняли, да? А, да. У меня такой вопрос, так где же проходит граница между добром и злом? Вот в этом аспекте большинство думает так. Вот пример геополитики. Россия, значит, это зло, понятное всему прогрессивному миру, США это добро. Хотя там Югославия, миллионы убитых в Ираке и так далее. Вот у нас процентов 80, наверное, в Латвии убеждены, что Россия зло, США добро. Так все-таки тогда большинство, значит, оно, когда оно, значит, кончается здравый смысл и просто идет как стадо. То есть, вот еще раз, граница между добром и злом, пониманием того, что правильно, если большинство считает так, и что неправильно, как по-вашему. Спасибо. Я считаю, что любые обобщения крайне несправедливы, за редкими исключениями. Что, допустим, гитлеровская Германия была злом, наверное, кто-то скажет запятая, но, но Гитлер сделал много рабочих мест, сделал там, дороги, не знаю, но мне кажется, насчет России или Америки зло, я бы точно не согласился ни с тем, ни с другим. Это надо как-то уж очень плоско видеть этот мир. Уж здесь явно, мне кажется, звучит не знакомство с реальной историей и настоящим этих стран, их культурой и так далее. Это скорее желание опять себя к чему-то причислить. Что-то добра и зла, я не великий философ и не учитель умовщенного, но я считаю, что границы добра и зла каждый для себя проводит и выбирает сам. Большой частью бессознательно как-то все в нашей жизни, изрядной частью сознательно, но повторюсь, наверное, тоже в завершении нашей передачи, скорее всего, повторюсь, что каждый из нас сам и только сам дождет себе вопрос, что я выбираю, почему я это выбираю, что мной движет, искренняя вера, любовь, страх, желания, неких корыстных выгод и результатов и так далее, и так далее. И, как известно, одно из самых бесполезных занятий, но в чем люди очень не преуспели, это врать самому себе. Вот если вступать в честный диалог с самим собой, задать себе множество вопросов, ты рано или поздно поймешь, где все-таки лично для тебя добро или зло. Для меня еще один критерий, человек, не знаю, борется со злом во всемирном масштабе, но при этом от того, что он есть на свете нехорошо никому отдельно взятому, он не помогает, не любит, не заботится, не поддерживает, то, наверное, его отношения с добром и злом сильно отличаются от того, что он декларирует. Ну, это как группа воскресения, я добрый, но добра не сделал никому. Да, например, и я неоднократно замечал, что люди ратующие за всеобщую любовь, за любовь к человечеству или к отдельным группам людей, я такой как раз недавно с учетом пациентов, где у кого-то из пациентов родители, люди, члены некого религиозно-философского течения, проповедующие всеобщую гармонию и любовь, а собственные дети выросли в забвении, в пренебрежении, в манипуляции достаточно травмированными людьми. Вот для меня это некий критерий, мне кажется, это важно, если рядом с тобой вообще нет людей, которым хорошо от того, что ты есть на свете, какое отношение ты имеешь к добру, собственно говоря. Ох, думаю, что это вообще тема для отдельной беседы, вот на сегодня, к сожалению, у нас время завершилось, врач-психиатр-психотерапевт Рель Резник Мартов и программа «Диагноз недели». Спасибо большое. Всего доброго. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтко.